Животные не одежда! Природа нет о вас! Животные не одежда! Шокирующие плакаты и провокационные лозунги. Они давно привыкли к подобным акциям. Склонность к эпатажу – отличительная черта защитников животных. Впрочем, до крайности все же не доходят. Это в голливудских фильмах фанатики обливают чужие шубы краской, наши обливают свои. Да и громкие слова на проверку оказываются чуть ли не романтическими сентенциями. Если наша планета будет жить и двигаться по такому же развитию, то мы скатимся вниз. И думаю, что только любовь, сострадание спасет этот мир. Участниками всероссийского антимехового марша стали больше 50 человек. Это веганы, вегетарианцы и просто сочувствующие люди. В большинстве своем совсем молодые, некоторые даже слишком. Например, Тимофей учится в шестом классе, вегетарианец всей семьей. Мальчик говорит, что от мяса отказался вполне осознанно. Однажды попытались, сказали, чтобы я съел там мясо. Я сказал, что не хочу, и все. Подобные марши проводятся не первый год. Перед началом зимнего сезона тысячи сторонников гуманной моды выходят на улицы. Чтобы убедить людей отказаться от меха, они используют любые аргументы. Например, говорят от лица животных, чтобы все поняли, каково это оказаться в волчьей шкуре. Вот посмотрите, как производится этот мех. Чем он связан? С состраданиями, с убийством, с кровью. Как же его можно даже называть натуральным? Вот поэтому, кстати говоря, нужно говорить животными. Это вот сразу четко определяет, кто пострадал для того, чтобы какая-нибудь девушка носила вот эту вот шубу. За час, что продолжался марш, зоозащитники раздали несколько десятков листовок. Нашли много единомышленников. Правда, сразу отказаться от меха они оказались не готовы. В России холодно без меха, поэтому тяжело ходить в искусственном мехе. Но, возможно, в будущем как-то изобретут новые материалы, которые заменят настоящий мех. Но пока я не вижу альтернативы. Это от воспитания зависит. Вот сложно отказываться, когда родители посадили с детства. Вот, мы стараемся, есть меньше. Меха – это убийство! Залезть в клетку, изображая жертву моды – это одно. Но остановить конвейерное производство меха и заставить людей отказаться от мяса – небольшой группе людей не под силу. Пока, заверяют они. По статистике, в мире уже 9% населения – вегетарианцы. Варвара Ермакова, Сергей Таиров. Объективно. ННТВ. Субтитры создавал DimaTorzok